19 часов и 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа, у микрофона Юрий Пронько. Это Финам-ФМ и ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Тема нашего сегодняшнего разговора – протестные прогулки, итоги и перспективы. Сегодня у нас в гостях члены Координационного Совета Российской Оппозиции. Это Геннадий Гудков. Геннадий, вечер добрый. Добрый. Илья Яшин. Илья, рад приветствовать. Добрый вечер. Взаимно, Юрий Тор. Владимир Тор. Добрый вечер. Добрый вечер. И напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые господа, 65 10 99 6, код Москвы 495, номер нашего многоканального телефона для звонков, а для писем, соответственно, наш портал в интернете финам.фм, там же идет и прямая веб-трансляция. Я знаю точно, вам есть что сказать, я знаю точно, судя по предварительным вопросам, которые я вижу, вам есть о чем спросить. Одним словом, активно участвуйте в нашей интерактивной программе. Илья, на ваш взгляд, вот то, что мы наблюдали в субботу, ну, я имею в виду не только... Вы наблюдали? Да, мы наблюдали. Я, к сожалению, не имел такой возможности. Ну, вот оценка произошедшего. Я думаю, что больше, наверное, от субботы. В субботу, субботу. На мой взгляд, акция прошла вполне успешно, потому что сравнивать, конечно, события субботы надо не с теми многотысячными митингами, которые проходили на Болотной площади, на проспекте Сахарова. По формату это, скорее, была там акция на Триумфальной площади. Если сравнивать с теми мероприятиями, которые проходили на Триумфальной, то, конечно, и народу много очень пришло. И, насколько я могу судить, вот по общению с людьми, которые принимали непосредственное участие, была совсем другая атмосфера. Не было агрессии. И у людей был абсолютно позитивный настрой, и это обезоруживало зачастую полицейских. И один из главных итогов протестного года – значительное увеличение ядра протестного движения. Если раньше это было всего несколько сотен человек, то сейчас, очевидно, даже на несанкционированные акции, на запрещенные, несмотря на угрозы властей, несмотря на запугивания, несмотря на злобные выкрики из мэрии, собирается там несколько тысяч человек. Там, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч человек – это серьезное ядро. Ну, а на ваш взгляд, вот стоило упираться, господа, и не идти на те варианты, которые были предложены столичной мэрией? Ну, разные точки зрения есть в Координационном совете на этот счет. Моя точка зрения заключается в том, что в какой-то момент, если вас начинают выдавливать, вам нужно упереться, потому что иначе с вами будут обращаться просто как со скотом. Я помню, в свое время мы проводили акции просто у стен Государственной думы еще в 2003-2002 году. Потом нас постепенно выдавили через дорогу к памятнику Карлу Марксу. Потом уже на Пушкинскую площадь, потом на Пушкинской не давали собираться, выдавили на Триумфальную. Если вы в какой-то момент не начинаете упираться и относитесь терпимо к хамству со стороны чиновников, то вы будете митинговать просто за МКАДом, вас не будет слышать никто. Поэтому, конечно, было важно показать мэрии нашу решимость и не дать мэрии понять, что нас можно сломать, запугать, выгнать, выдавить. — Это Илья Яшин. А, Геннадий Иванович, вы как? Вы-то там были, да, непосредственно? — Ну, я... — На Лубянке. — Везде, везде. — Вам посчастливилось дойти... — И на переговорах в мэрии, и мне посчастливилось дойти до камня все-таки. Я пробивался минут 20, потому что народ стоял очень плотно. — Статься на свободе при этом. — Да, кстати говоря. Я вообще удивлен, почему. Мы случайно встретились у Детского мира с Ильей и с Ксенией Собчаком. Мы вместе с Дмитрием были, Гудковым, и Пономарев был с нами рядышком. Вот мы такой толпой пошли вниз, в подземный переход. Вдруг мы видим цепь милицейскую, которая стоит у выхода. Мы к ней подходим. И тут мы обиделись, честно говоря. Как так? Берут с почетом и уважением Ксению и Илью, провожают. Видите ли, дали им... — А нас с почетом и уважением... — И нас не пускают. — Причем нам офицер... Я подошел к офицеру и сказал, слушайте, вот у нас цветы, вот у Ксении меняют по букету цветов. Мы хотели бы положить их к Славицкому камню. Можно ли нам пройти? Офицер сказал, слушайте, ну, конечно, можно пройти. Какие проблемы? Давайте мы вас даже проводим. — Пройдемте. — Геннадий Владимирович не даст соврать. — А мне не... Я так обиделся. Ну, слушай, я шучу, конечно, Илья. — Тоже рожа известная. Могли бы пропустить. Ну, короче говоря, оказалось, что их задержали. Такое было какое-то непонятное. Но знаете что, вот если говорить все по-серьезному, по-серьезному, то на самом деле я, вот, наверное, даже напишу статью, если времени хватит, даже название придумал, «Недетская болезнь желтизны» нашей прессы. Я вот сейчас анализирую прессу. И вот, вы знаете, журналистов у нас крайне мало. У нас все-таки репортеры и люди, которые пытаются сами себя где-то показать, покусывая все равно всех без разбора. Лишь бы показать, какой я красивый. Я вот вчера прочитал, по-моему, в московском комсоменте какую-то очень странную статью или сегодня, где вот стебаются над протестным движением. Хочется спросить уважаемых авторов, вы, когда стебаетесь над протестным движением, там, с Леди Гагой сравнили Навального, там, что-то прописали про Илью Яшину, ну, про мою только рожу написали, там, про размеры, по-моему, больше ничего такого. Но не в этом дело. Я хотел бы задать вопрос. А вы-то сами, ребята, вы понимаете, что мы живем в ситуациях, в кислотных, скажем, этих самых, в кислотной атмосфере, которая разъедает все. Нас обыскивают, нас, значит, выгоняют, нас арестовывают. Навальный, мы сегодня дали вторую подписку о невызде. Да, вторую подписку о невызде и так далее. И в этих условиях мы боремся, а вы, блин, сидите, так сказать, по такому впечатлению, что я понимаю, что которые у кремля на зарплате, да черт с ними. История им даст оценку, и это еще придет время. Но те, которые себя называют демократическими СМИ, те, которые... Они не пишут, что Илью Яшина забрали среди бела дня в подземном переходе, схватили, так сказать, и повели. Что нарушение грубейшей конституции, прав человека. Они не пишут, что там высосанное дело из пальца в отношении Навального. Они не пишут, что антиконституционное расправа там в Думе над Гудковым и так далее. Ребята, вы журналисты или кто, или где? И вот эта идиотская, вот эта недетская болезнь желтизны сегодня присутствует в той части прессы, которая даже себя пытается называть демократическое, якобы там сочувствующее движение. Потому что сегодня, надо четко понимать, есть отрицательные, есть положительные моменты. Отрицательные то, что действительно некая есть утомленность от протестных действий. Безусловно, нельзя на эмоции все время находиться, на пике эмоций. Но есть очень важные два момента, которые власть наша, невидящая зачастую дальше собственного носа, не увидела. Два ключевых момента. Давайте мы вспомним 10 декабря, когда непонятно, что было. Это был стихийный порыв. Непонятно, кто выходил, непонятно, кто прорывался к микрофону, непонятно, кто кого, куда, чего прерывал, призывал и так далее. За год сложилась худо-бедно структура оппозиционного движения. Сложились отношения между людьми разными. Вот слева от меня сидит Илья Яшин, справа сидит Владимир Тор. У них разный политический взгляд. Но они понимают, что нельзя бросить Россию в этом состоянии, она обязательно развалится. И мы учимся общаться, договариваться, вырабатывать общие цели. Вчера мы приняли идеологическое постановление и будем его дорабатывать. Оно будет действительно нормальным и абсолютно адекватным. То есть создалась организационная структура, этого отрицать нельзя. Второе. Вот, говорят, вас там мало ходит. Вот там какие-то опять эти идиотские шуточки глупых людей, которые почему-то называют себя журналистами. Некоторые. Есть, конечно, приличные ребята. Но сформировался костяк. Правильно сказал Илья? Когда сформировался актив, кто не понимает разницу между рядовыми членами партий и активом, тот не понимает в политике ничего. И вот как сейчас будет где-то эмоциональный подъем, какая-то обида, уже это ляжет на орг структуры и на актив. И уже не будет вот этого шарахания, как там 10 декабря на Болотной площади. Уже будет осознанная четкая программа действий. И программа требований. Мы это сейчас сформировали. И вот это произошло за минувший год. И если кто-то ничего не понял и считает, что протестное движение сдуло, что оно пошло на спад, он ничего не понимает. Это Геннадий Гудков. Владимир, вы-то как все воспринимаете? Я тут за эти дни тоже много чего наслушался и начитался. Такое мне понравилось определение. Значит, протест под сдох. Да, под сдох. Под сдох. Не дождет. Нет русского такого слова, но вот его, что называется, сотворили. Пожалуйста. У поэта, по-моему, есть хорошие строки, что лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. Мне кажется, что говорить о 15 декабря, о мероприятии, которое прошло в субботу, надо не как о локальном явлении, как об инструменте. Не впадать в грех фетишизма. Хорошо исполнен этот элемент, плохо исполнен этот элемент, можно было лучше, можно было хуже. Надо понимать, для чего все это делается. Надо смотреть на процесс его развития, в его динамике. Само мероприятие показало что? Во-первых, оно показало решимость оппозиции продолжать уличные акции и продолжать давить на власть. Мирные уличные акции. Вот для господина Гудкова важно именно такое уточнение. Мы не будем сейчас открывать политическую дискуссию по этому вопросу. Открыть господину Гудкова на всякий случай, мало ли кто нас слушает. Что показалось со стороны мэрии, Кремля и власти? Власть чрезвычайно боится согласованных действий оппозиции в центре Кремля. Мне вообще кажется, что мероприятие надо уже оценивать не потому, сколько приходит людей, а потому, какие полицейские силы задействованы для нейтрализации угрозы. Надо оценивать не по количеству непосредственно участников, а по количеству публикаций на сайтах подконтрольных Кремлю о том, что протест под сдох. Ну, прекрасно. Если все умерло, зачем вы об этом постоянно говорите на каждом шагу? Понимаете, то явление, которое не составляет никакой проблемы, его и замечать ни к чему. А если об этом только и говорят, только и говорят, только и говорят, значит это явление очень даже сильное. Надо вообще смотреть на цели оппозиции глубже. Цель ведь не в том, чтобы вывести в какой-то момент, в какое-то место определенное количество людей. Вы давайте о целях. Мы более подробно поговорим сразу после краткого выпуска новостей. Звоните, пишите, я обращаюсь к нашим слушателям. 19.17. Это реальное время. Финам.фм. Здесь Геннадий Гудков, Илья Яшин и Владимир Тор. 65.10.99.6. Код Москвы 495. И финам.фм. Наши средства коммуникации. На портале идет и прямая веб-трансляция. Вот как раз о целях, Владимир, вы заговорили, да, и мы ушли на новости. Прошло заседание КСО, да, вы там попытались выработать некие общие точки соприкосновения. Давайте вот об этом поговорим, потому как очень часто я слышу претензии, да, в адрес оппозиционных сил, потому что кроме лозунга «Путин уходи», внятного ничего не могут предложить. Ну, я вот с самого начала, Геннадий Гудков, да, с самого начала участвовал в этом процессе. Еще до 10 декабря на Болотной площади был митинг, как раз, кстати говоря, за честные выборы. Неважно. И мы выработали совершенно четкое требование. Первое и ключевое. Это серьезная политическая реформа, которая опирается на серьезные изменения избирательного законодательства, на выборы представительного реального парламента, а не той думы, что сегодня есть, которую уже, в общем, по-моему, все крест поставили граждане России на ней. Это перераспределение, дальше идет серьезное изменение в системе власти, это перераспределение полномочий в пользу парламента, введение механизмов контроля. Это судебная реформа, которую отделяет исполнительный власть сегодня, назначающий судебную, на самостоятельную ветвь, как это во всем мире есть, и так далее. Это освобождение средств массовой информации от тотального государственного контроля, это прекращение политических репрессий, освобождение политических заключенных, их пока, к счастью, не так много, и так далее и тому подобное. Но они есть. Эти требования были сформулированы еще 10 декабря. И все, кто говорят, что их нет, это люди, либо вольно, либо невольно, подмахивающие, извините за грубое слово, Кремлю. Вот по-другому не скажу, хоть грубо, но скажу, пусть будет именно так. Не надо подмахивать Кремлю, если у вас есть интернет, войдите, пожалуйста, в материалы наших деклараций, заявлений и резолюций, и прочитайте там перечень очень четких, жестких, понятных и исчерпывающих политических требований. Именно это главное нас объединяет. Вот почему сегодня мы все вместе. Потому что нет в России политики, нет в России политической поляны. И мы сегодня должны создать, а потом уже мы разберемся, чья программа лучше. Понимаете? Ну, вопрос о содержании деятельности Координационного совета встал практически сразу после того, как он был сформирован. И мы, конечно, много копий поломали перед тем, как принять за основу документ. Будем его еще дорабатывать, носить поправки. Там были альтернативные проекты документов. Но в целом, на мой взгляд, получился довольно качественный документ. Он сформулирован документ рабочей группы, которая была избрана на конкурентной основе. И вот чем меня устраивает этот документ, тем, что это не просто там какая-то декларация. Это действительно некая такая структурная, содержательная конструкция, которая дает ответы на вопросы, которые нам часто задают. Ну, вот я просто тезисно обозначу основные направления, которые для себя видят, по крайней мере, большинство членов Координационного совета. Во-первых, это продолжение, конечно, уличного давления на власть, потому что это крайне важно. В этом есть необходимость. Конечно. Это крайне важно просто для того, чтобы нас услышали. Самое важное. Если люди не будут выходить на улицу, это будет просто местечковая возня в интернете, на кухнях. Пока люди выходят на улицу, это единственный шанс, чтобы наши требования услышали. Показывать массовую поддержку тех требований, которые мы выдвигаем. Мы должны участвовать, конечно, в тех выборах, где есть возможность, по крайней мере, отстоять нашу позицию. В тех избирательных компаниях, которые могут приобрести некое такое федеральное звучание. Вот будет избирательная компания в Московской области, где будет выбираться губернатор. Мы пробегаем обязательно праймерис. Вот, возможно, Геннадий Владимирович будет участвовать в этих праймерис. На мой взгляд, мы можем составить серьезную конкуренцию действующей власти, несмотря на административный ресурс, пропаганду и так далее. Будем заниматься этим вопросом. В Екатеринбурге будут выборы. Тоже будем уделять внимание этому вопросу. Очень важно навязывать борьбу единой России там, где есть шанс. Там, где есть достаточно сильное протестное настроение. Уличное давление запараллеленное с реальным участием в политических событиях. Грубо говоря, я пытаюсь объяснить. Вот перед нами лежит клавиатура. На клавиатуре есть несколько кнопок. Кто-то говорит, очень важно нажимать на кнопку «Уличные протесты». Кто-то говорит, нет, это не важно, давайте нажимать на кнопку «Избирательные компании». Кто-то говорит, давайте лучше нажимать на кнопку «Просветительские компании», рассказывать людям о коррупции. Вот с моей точки зрения, чтобы написать какой-то внятный содержательный текст, надо на все кнопки нажимать. Зачем себя ограничивать одной кнопкой? Вот есть клавиатура, надо всю ее использовать. Весь инструментарий протестного движения. Выборы, протестные акции, просветительские компании, помощь, естественно, политзаключенным – один из таких ключевых наших приоритетов. Потому что действительно люди в тюрьме сидят, и не так их мало. Десятки людей находятся за решеткой, еще больше людей. Уже порядка 70 человек просто были вынуждены уехать из страны, опасаясь уголовного, совершенно незаконного политического преследования. Это огромная проблема. Мы просто превращаемся в Беларусь. Когда люди вынуждены просто бежать из страны, понимая, что завтра их могут арестовать, отправить за решетку. Когда наши товарищи, если даже не находятся за решеткой, становятся объектом совершенно грубого полицейского давления. На Навального уже две подписки оформили о невыезде. Брата его взяли под подписку о невыезде. Не то, что там лидеров или активистов оппозиции прессуют, уже прессуют их родственников. Слушайте, я за своих родителей начинаю переживать. Там у Геннадия Владимировича, там с женой проблема, насколько я понимаю, она тоже… Сейчас уже нет, а пытались задержать ее, доставить следственные комитеты. Тем не менее, доставили, когда ФСБшники задерживают ваших родственников. Это уже совершенно другой принципиально уровень давления. Конечно, мы должны здесь пытаться вырабатывать какие-то меры противодействия через какие-то международные институты, через список Магнитского. Но противостоять этому очень важно. Мне кажется, что очень важно выстраивать институты, которые придут на смену нынешней власти. Я подчеркиваю, что уличная активность не является самоцелью. Это очень важный, необходимый инструмент. Надо понимать, к чему этот инструмент должен провести. Испугать власть? Ну, власть показала, что она на самом деле обладает достаточно крепкими нервами и не впадает в истерику. Соответственно, необходимо выстраивать институт, который придет на смену этой власти. Это чрезвычайно важно. Я хочу сказать, что Россия все больше похожа не на Беларусь, как вот Илья Яшин сейчас сравнил. На мой взгляд, все больше она похожа на Туркмению, Узбекистан. Вот у нас есть такой Туркмен. Еще круче. Да, Туркмен Баши, который сидит в Кремле. Как говорят, Гурбангулы Берда Мухаммедов либерализировал сейчас исторический путь Туркменистана. Возможно. Но мне все равно тяжело произнести это имя-фамилия. Надо потренироваться. Вот. Ситуация очень сложная. Я бы сравнил сейчас Россию с вулканом Крокотау. Помните, был такой на острове. Вот идут тектонические подвижки. Все внутри магма бурлит. Плиты начинают плавать. Вот-вот сейчас взорвется и начнется извержение. Вот вы так верите, да? Я абсолютно четко. Бурлит. Вы поймите, что скорость перемещения плит на Земле, она не очень высока. Вы знаете, есть такая пословица, что жернова Господней мерят медленно, но неотвратимо. Вот сейчас политики собрались вокруг этого вулкана и проводят некоторым образом шаманские пляски. Кто-то вот пляшет и говорит, давай быстрее, 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 извергайся, извергайся. У меня большие сомнения по поводу того, что эти пляски могут ускорить извержение. Но есть и другие шаманы, которые стоят и говорят, нет, вот мы делаем волшебные жертвы, пассы, и вулкан не взорвется никогда, потому что он не взорвется никогда. Их вера тоже тщетна. Взрыв обязательно будет. Он не обязательно будет носить кровавый характер, он не обязательно будет носить вот такой одномоментный. Но то, что ситуация поплыла, это ясно абсолютно всем. Вы выйдете на улицу, поговорите две минуты о власти, о стране и о мире, и вы все поймете. Власть пользуется крайне низким авторитетом. Крайне низким авторитетом. Люди чрезвычайно недовольны. Это здесь в Москве или везде? Везде, повсеместно. Люди повсеместно недовольны своей ситуацией. Они недовольны тем местом, которое занимает Россия относительно других стран. Они открылись границы, открылось информационное пространство. И люди понимают, что, собственно говоря, мы живем не в соответствии с нашими трудами, не в соответствии с богатством нашей земли, не в соответствии с нашим потенциалом нашего народа и нашей державы. Почему? Как это можно поменять? А поменять нет возможности. Нам говорят, что главная стабильность, не рассказывайте лодку, а то крыс тошнит, и вообще яхта Абрамовича это святое, нельзя ее ни в коем случае трогать. Нет. Ситуация уже плывет, и эти тектонические подвижки остановить невозможно. И очень важно, что когда все-таки вот этот момент настанет, год X или день X или час X, чтобы на место проворовавшимся, дискредитировавшимся институтам пришли новые институты. И вот то, что сейчас происходит в Конституционном Совете, это чрезвычайно важно, потому что это элемент протопарламента. И важно не те люди, которые сейчас там присутствуют. Вы знаете, в прессе и в обществе очень много претензий к лидерам оппозиционного движения, даже не к лидерам оппозиционного движения, а к членам Координационного Совета. И вы знаете, эти претензии во многом справедливы. Надо отдавать себе отчет, что люди там не пришли на всю оставшуюся жизнь. Меньше чем через год будут новые выборы. Эта селекция приведет других людей, которые, может быть, будут более адекватно сложившейся ситуацией. Это нормальный процесс. Наш долг перед обществом – выстроить такой институт, который позволил провести бы честные выборы и позволил выстроить структуру, которая может принимать консолидированные решения и вести диалог представителям самых различных политических течений. Потому что, ну, существует, например, господин Кац, он как явление существует, за ним стоят какие-то избиратели. И с такими людьми необходимо вести диалог. Существует, господин Бондарик, допустим, с другой стороны, существует, и за ним тоже стоят огромный плац людей. И с ним тоже необходимо вести диалог. Необходимо за одним столом договариваться, принимать какие-то решения. То, что мы сейчас делаем, чрезвычайно важно для России. Мы заменяем то, чего Россия лишена. Парламент как место проговаривания проблем, поиска решения на эти проблемы. У нас вы что сказали? Парламент не место для дискуссии. У нас парламент такая крышечка, которая прикрывает возможность коррупции и работы жуликов и воров по велению, по пилению бюджета. Парламент стал местом для дискуссии, но парламент перестал быть местом для тех, кто эту дискуссию способен вести. Поэтому, что в лоб, что пол бы называется. Я почему просил слово, я просто вспоминаю 80-е годы. Я, наверное, один из немногих здесь, кто, наверное, единственный, кто может их хорошо вспомнить. Вот. И я могу сказать... Обижайте. Ну, все-таки, ребята, вы помоложе. Наоборот, не обижайте. 20 секунд. К сожалению. Ну, и я вот в 87-м году приехал в ЦК КПСС. Тогда были встречи в ЦК КПСС. На Цветном бульваре в Доме политпроса. Я говорю, ребята, если вы сейчас не поменяете срочно внутреннюю политику, нас ждет крах. Советский Союз может просто исчезнуть. Исчезнуть как страна и как общественно-политическая формация. Мне говорят, ты кто? Я говорю, я сотрудник КГБ, я секретарь парт-организации, я хотел бы вам это объяснить. Наверное, после... Чем закончился этот диалог, узнаем после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута. Реальное время. Финам. Финам. Здесь члены Координационного совета российской оппозиции Геннадий Гудков, Илья Яшин и Владимир Тор. Геннадьевич, так чем закончилась история поход? Мы все пытаемся в перерывах перейти на любимый наш разговор о женщинах. Не получается. Приходится говорить о политике. Так вот, я приехал в 87-м году на встречу с сотрудниками ЦК. Они тогда встречались с коммунистами. Ну, какая-то была такая мода. Я говорю, дорвался я до тела. Наверное, инструктора это были. Я говорю, мужики, вы что делаете? Вы неужели не понимаете, куда какая-то страна? Вот я там, молодой сотрудник КГБ, я это отчетливо вижу. Давайте срочно. Если мы сейчас, как члены партии, не поменяем политику, если мы сейчас не введем конкуренцию, если мы сейчас не сделаем то-то, то Советский Союз исчезнет как страна и как общественно-политическая формация. Я говорю, тебя как зовут? Я говорю, Геннадий. Геннадий, слушай, ты молодец. Вот не пленился, приехал. В этих поделах говоришь. Ты знаешь, да, мы все понимаем. Мы все видим. Мы все контролируем. У нас огромный политический опыт. Нам очень нужны такие активные члены партии, потому что без таких партий жива не будет. Возвращайся, занимайся своей работой. Молодец, что приехал. Доверь нам судьбу страны в наши руки. Все будет окей. Где эти люди? Где эта страна? Где эта общественно-политическая формация? Где эта партия? Возможно, эти люди очень даже неплохо... Может быть. Наверняка сейчас то же самое говорят другим молодым сотрудникам. Вот был такой, да, он к нам приезжал. И почему я, извините за решение, дергаюсь? В чем я там потянул в протестное движение? Почему я это поддерживаю? В чем мне плохо жилось? С точки зрения... Мы обещали все, карьеру, там, хочешь губернатором, хочешь правительством, хочешь куда хочешь. Только присягни и отрекись. Вот. Но не в этом дело. Я прекрасно понимаю, что тогда я был майором. Что я мог сделать? Ну, рядовой сотрудник. Сейчас я все-таки какой-никакой политик, которого люди слушают. И я сейчас пытаюсь сделать максимум, чтобы со страной сегодня не произошло то, что произошло с Советским Союзом в 91-м году. Только я предупреждаю сразу всех радиослушателей, что не обойдется нам так сегодня, как это было в 91-м году для СССР. Общество было однородное. Не было богатых и бедных. Не было русских и нерусских. Не было мусульман и христиан. И так далее. Сейчас куча противоречий. Огромное количество... Сейчас идет поляризация. Сейчас идет расслоение. И если, не дай бог, чего, наша власть опять контролирует ситуацию и ее в очередной раз упустит, мы можем похоронить страну. Одновременно похоронив многие-многие-многие, так сказать, там десятки или сотни даже тысяч жизней. Потому что сегодня аукается нам развал СССР до сих пор десятками миллионов исковерканных судеб. Вот ради чего я, собственно говоря, работаю и ради чего я в оппозиции. Ну а институт, который призван разрешать эти противоречия, он к какому-то своему особому графику работает. И я имею в виду Госдуму. И вот сегодняшний... Госдума это вообще не институт, Юрий. Поверьте мне, что это превратилось в дорогостоящее приложение, причем промокашку в полном смысле этого слова для исполнительной власти. К сожалению, дорогостоящее. Сейчас вообще никакого нет лица у парламента. Мне кажется, совершенно правильный тезис. Я хочу поддержать тезис Володи Тора по поводу того, что за последние годы произошло катастрофическое снижение авторитета власти. Владимир Путин образца 2007 года и образца 2012 года это два совершенно разных персонажа. В 2007 году это действительно был человек, обладающий незаурядным авторитетом. И с этим приходилось считаться. Сегодня это человек, который вызывает либо раздражение, либо просто смех, да, эти полеты со стерхами и так далее. Просто либо раздражение, либо смех. Вот я очень надеюсь, что 20-го числа, когда будет пресс-конференция Путина, все-таки найдется какой-нибудь отважный журналист, который будет действовать не по сценарию, а который задаст действительно важные и содержательные вопросы. Ну, например, спросит. Господин Путин, вот вы пять лет были премьер-министром с 2007 по 2004 года. С 2007 по 2011 год. Вот четыре года вы возглавляли кабинет министров. Вы назначили министрами господина Сердюкова и госпожу Скрынник. Абсолютно проворовавшихся министров. Вот лично вы какую политическую ответственность за это несете? Вот объясните. Четыре года эти люди у вас работали, теперь выяснилось, что воровали миллиардами. Вот вы лично какую ответственность несете за тех людей, за ваших сотрудников, которых вы назначили? Вот я очень надеюсь, что кто-нибудь, может быть, все-таки задаст такой вопрос. А вы надеетесь на то, что господин Путин искренне на него ответит? Да мне не важно, как он ответит, искренне или неискренне. Мне важно, чтобы он хоть что-то ответил, потому что это неприятный вопрос. Мне не хочется, чтобы были одни вопросы про то, как вы вот такой умный и одновременно такой красивый, как это в последние годы мы наблюдали. Боюсь, это уже неважно, извини, что перебиваю. Вот неважный ответ, потому что в обществе существует уже очень устойчивое мнение. Воруют, воруют. Ну, говорят, что вот Сердюкова начали как-то там расчехлять, потронить. Я с вами согласен, потому что реакция, которую я слышал. Да, реакция на то, что вот это репрессия. Для нас это не новость, что они воруют. Нашли козла. Я можно закончу мысль. Народ просто не знает, сколько. Если можно, я закончу мысль. Вот очень важно, как сейчас изменилась риторика тех людей, которые призваны власть защищать, которые окружают все эти пропагандистские ресурсы, какие-то там приблудные пропагандисты и так далее. Вот если раньше они говорили о том, что у нас есть национальный лидер, стабильность, растет экономика, крепнет политическая система, сегодня радикально изменилась риторика. Они говорят, ну да, коррупция, да, действительно воруют, власть не идеальна. Но альтернативы-то нет. И сегодня все пропагандистские усилия направлены на то, чтобы показать, что Путину нет альтернативы. При всех его недостатках нет альтернативы. Что вот Навальный борец с жуликами и ворами, оказывается, со своим братом там всю почту разворовал, а перед этим лечь. Сначала украл машину дров, а потом украл всю почту. Да, Гудков тоже там что-то там какое-то у него там был подозрительный. Гудков вообще там климат ставить не видел. Все негодяи. Всех надо дискредитировать. Задача власти сегодня не столько выставить себя в благоприятном свете, сколько замазать экскрементами и грязью своих оппонентов. Это называется сам дурак. Ну, можно и так сказать. И это на самом деле очень показательно, потому что вот это говорит о том, что власти, собственно, у них кончились аргументы в свою пользу. Когда вы начинаете использовать аргументацию сам дурак, как совершенно справедливо коллега заметил, это означает, что все, последний рубеж. Нету больше аргументов в свою пользу. Ну, из-за этой ситуации же надо как-то выходить. То есть радоваться тому, что власть бесхребетна, недальновидна. И так могу подобрать несколько пару хороших эпитетов. Вы сегодня у себя в Твиттере подобрали, Юрий. Я подобрал профессионально конкретные политические силы. Не забывайте, что есть 282-я статья хорошая. А понимаете, люди, когда они что-то делают, они должны не только думать, но и отвечать за то, что они делают. И то, что завтра будет по закону Магнитского в части детей, это вообще дальше многоточие. Юрий, вы прикалываетесь? Я? Нет. Я на полном серьезе говорю. А я на полном серьезе. Они зарплату получают? Получают. Секундочку. Ничего подобного. Они не зарплату. Это мы получаем, у них зарплату. Все. Подачки. Значит, на самом деле, в 1993 году, как сейчас, помню, было это 12 декабря, была принята Конституция, которая провозгласила неограниченную, абсолютную бюрократическую монархию Российской Федерации, во главе которой стоит царь и государь, неважно, там подставьте нужное название, которая наделила власть, в первую очередь бюрократов, неограниченными полномочиями, при всяком отсутствии какого-либо маломальски вменяемого контроля страны народа. Даже в Советском Союзе институт парламентского контроля существовал, хотя КПСС поглощало все. Нет ни парламентского, ни гражданского контроля. Прокуратура превращена в органы исполнительной власти. Судебная система назначается по Конституции главами исполнительной власти, а потом они говорят, ах, что-то у нас не так судят, почему-то они у нас такие зависимые и ангажированные. И так далее. СМИ у нас превратились в заложников либо олигархов, либо государственных, читай, бюрократических кланов. И поэтому мы сейчас, что делать? После того, как будут проведены новые выборы в новый парламент по новым правилам, безусловно, необходима конституционная реформа. Если мы ее не проведем, мы неизбежно придем к повторению 1991 года, только с более тяжкими последствиями. В этом состоянии, поверьте мне, режим обречен. Вопрос времени. Либо он будет договариваться с оппозицией и менять страну путем постепенных реформ сверху, либо конец пройдет снизу. Но это будет общий конец. То есть вы готовы к диалогу с властью? Мы заявили об этом, если правильно я помню, прям 10 декабря всего, вернее, уже теперь прошлого года. 10 декабря вечером мы сделали заявление, что если власть желает диалога с обществом, если она желает реформы сверху, которые спасут страну и дадут ей стабильность и политическое будущее, да, давайте начнем. Единственное, что важно уточнить. Помните, Кудрин, да, помните, Кудрин откликнулся, Лукин откликнулся, ряд других политиков. Важно уточнить, когда вы говорите про диалог, переговоры с властью, надо очень четко понимать предмет этих переговоров, да. Это не переговоры о том, чтобы трудоустроить там Тору, Гукова или Яшина в какие-то структуры власти, да. Мы готовы вести диалог об изменении политической системы страны. Мы готовы вести диалог о пошаговой трансформации от авторитарного режима к демократической системе. А дальше я слышу разговор такой, вот, там 3000 у них вышло, да, а по официальной версии 700, на Лубянку я имею в виду. И с кем там вести переговоры? Они кого представляют? Я вот за эти выходные наступил. Юрий, смотрите, есть риторика политическая, да, а есть понимание того, что происходит на самом деле. Говорить можно что угодно. 700 человек, там, 15 человек, что угодно можно говорить. Но они же действительно с самого утра, там, сколько полиции, там, да, там эти водометы по переулкам, ОМОНовцы, внутренние войска, они понимают, кто за нами стоит. Они понимают настроение в обществе. Они понимают, почему каждый раз перед очередной акцией протеста возбуждаются новые уголовные дела, обыски, аресты, лишения мандатов, там, и так далее. Они понимают, о чем идет речь. Они пытаются заморочить голову. А вот если они это понимают, то, скорее всего, действительно, они это осознают, да, то вам не представляется, что вы их в угол загоняете, что любая их реакция, которая, подождите, последует, например, ну, давайте сядем, поговорим, давайте под камеры, что называется, это все сделаем, да, это будет воспринято как слабость. Юрий, странная постановка вопроса для людей, у которых там проходят обыски, за которыми там наружное наблюдение, там, и так далее. Я не очень понимаю, кто кого загоняет в угол, на самом деле. Мы не в том положении, чтобы кого-то загонять в угол. Мы говорим, что есть альтернатива. Вы все полгода шли под лозунгом «Путин уходи», но для них это смерти подобно. Да ничего подобного. Абсолютно это неправильно. Этот лозунг вызывал достаточно широкое толкование и дискуссии в нашем Координационном Совете. Он не был приоритетным, он был один из, и более радикальной части оппозиции. Да, считалось, что Путин должен уйти в отставку. Части Координационного Совета, и сегодня мы это, по сути, провели в нашем программном документе, считает, пока еще, до некоторых пор, диалог возможен, и у нас нет других юридических механизмов, кроме действующих сегодня Государственной Думы, которая, на мой взгляд, должна сделать только одно дело. По согласованию с нами поменять избирательное законодательство и уйти в отставку, распуститься. И второе, мы понимаем, сегодня политическое реалии, на сегодняшний день это президент. И мы в этом отношении, я, например, предлагал взаимные гарантии, президент нам дает гарантии, что будут реформы, и он не пойдет в 2018 году на президента, оппозиция может дать гарантии, что она не только снимает этот лозунг, но всяческие действия прекращает в отношении. Важно уточнить, когда я один из сторонников в Координационном Совете лозунга «Путин должен уйти». Я чуть меньше года назад вывешивал этот лозунг вместе со своими товарищами по солидарности напротив Кремля. Но очень важно расшифровать, что мы имеем в виду. Дело, конечно, не в личности Путина, дело в режиме личной власти. Когда мы говорим о том, что Путин должен уйти, мы имеем в виду, что в России должен быть демонтирован режим личной власти. Как институт. Речь идет о том, что Путина нужно отправить на Луну. Полностью поддерживали Юя. Включительно об этом идет речь. Я думаю, что режим личной власти в России поменяется не в результате несанкционированных акций, да и даже не в результате большого выхода людей на санкционированную акцию. Я вижу изменение ситуации несколько иначе. Проблема в том, что режим технологически некомпетентен. Он не может справиться с страной, которая управляет. 85% инфраструктуры в стране изношена. Это неизбежно ведет к тому, что нас ожидают масштабные техногенные катастрофы. Например, как Саяно-Шушинская ГЭС, как утонувший город Крымск, как взрыв на шахте Распадская, как замерзшая Подмосковье и электрический локаут Домодедово и далее, далее, далее. К сожалению, такие тяжкие удары будут дальше все чаще и чаще. И проблема в том, что техногенная катастрофа неизбежно вызывает собой резкий социальный конфликт. 19.48. Финам. Финам. Реальное время. Меня зовут Юрий Пронько. И обсуждаем мы сегодня тему протестной прогулки и итоги перспективы. У нас в гостях члены КСО Геннадий Гудков, Илья Яшин и Владимир Тур. В этой четверти мы с вами общаемся, идем в интерактивном режиме. Напомню, телефон его номер 6510996, код Москвы, 495. И финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Но прежде Владимир Тур закончит свою мысль. А мысль такая, что техногенные катастрофы неизбежны, они порождают социальные конфликты, а не популярная, не авторитетная, а всего лишь авторитарная власть не в состоянии с ними справиться. Поэтому та возможность у власти вступить в диалог с обществом не в момент техногенных катастроф, не во время социальных катаклизмов, а несколько предварительно, это хорошая возможность для власти. Потому что дальше будет поздно. И надо понять, что такой диалог уже существует. Это не значит, что идут переговоры на уровне официальных властных структур. Нет. Мы наблюдаем просто процесс перманентного раскола наверху в элитах. Грубо говоря, одна башня Кремля начинает воевать с другой башней Кремля. Расколы в элитах совершенно неизбежны. Еще, кстати, по очень концептуальным вопросам. Конечно. И в конце концов, ведь в этом расколе победит наиболее сообразительная башня. А сообразительная башня она что сделает? Она найдет кого-нибудь на роль козла отпущения и неизбежно вступит в диалог с контр-элитами. Для того, чтобы выходить из этой ситуации. Да мы сейчас уже это наблюдаем на самом деле. Ко мне уже подходили, я не знаю, был очень смешной момент. Работники прокуратуры там то ли шутку, то ли серьезно говорят, ну что, мы и сами понимаем, что власть поменяется. Вот есть такая компания Ганвор, может быть, пока тут оформим опциончик. Небольшой. Я говорю, ну конечно, заходите, ежедневно что. Но эта ситуация неизбежна, это то, что под ковром происходит постоянно. А я вам больше скажу, знаете, что в силовых структурах сколько людей сейчас пока еще не открыто отказывается выполнить приказ, а сколько людей увольняется выполняя эти приказы. Очень большое количество. В МВД, в Госбезопасность, в Следственном комитете ребята уходят, у которых есть совесть, у которых не желают быть инструментом политических вот этих расправ, борьбы, хотя это борьбой назвать трудно. И очень многие просто пока уходят. Это правда. В эфире как вас зовут? Вечер добрый. Алло, добрый вечер. Меня зовут Алексей. Хотел бы обратиться к гостям программы, с большим уважением и к Геннадию Гудкову, и к Илье Пиновареву. Вот. Со стороны, так сказать, если можно... У нас Илья Яшин здесь, Илья Яшин. Ой, простите. Простите. Да, Илья Яшин. Ноговорка по Фрейду, но на самом деле и тот тоже уважаемый человек. Так. Согласен, да. В общем, хочу себя отнести к спящему электорату оппозиции, ну, спящему, так сказать, с одним открытым глазом. Вы знаете, вот, все-таки немножко не согласен, нужен народ. И вот иногда порой кажется, что сама оппозиция как-то вот, ну, либо боится чего-то, не знаю, ну, вот, допустим, я не имею... Пример, давайте, Алексей, вот конкретно пример в чем. Да, я не имея семи пядей во лбу и такого образования, как Ксения Собчак, поступил бы немножко по-другому. Вот, вы знаете, вот само шоу, необходимо создавать шоу на улице, чтобы выходило, выходили люди, чтобы они смотрели, привлекать известных людей, включать какую-то кнопку, пиар-машины, чтобы были блины, я не знаю, чай горящий, чтобы было прежде всего весело. И на этом фоне озвучивать все. А прежде всего работать с известными людьми, чтобы люди на них шли и хотели увидеть. Вот в чем фишка. И придавать этому не только горестной какой-то вот такой, такой вот послевкусие печали, а наоборот, что мы идем вперед, какой-то веселый сленг, люди пойдут, им будет интересно. Спасибо, Алексей. Я представил Ксению Собчак у самовара с блинами и раздавал. Я вот, кстати говоря, предлагаю своим коллегам, предложил и буду предлагать все-таки сделать весной серьезный рок-концерт «Свобода» или что-то наподобие. Я считаю, что прав наш коллега, радиослушатель, хоть он и один глаз приоткрыл, я думаю, что на самом деле говорит очень правильные вещи. Действительно, нам эмоций не хватает, может быть, не хватает зрелищности. Мы это и сами понимаем. И вот мы как раз в воскресенье заседали, мы создали креативную группу, которая будет над этим работать. И мы надеемся, что там наши креативщики придумают очень хорошие ходы. Знаете, я, с одной стороны, не хочу совершенно спорить, и, наверное, все это правильно, но мне, честно говоря, странно, когда люди строят дискуссию вокруг этих тезисов. Слушайте, ну вам шашечки или ехать? Вам, извините, блины и пляски? Или демократия и свобода? Поэтому, ну, действительно, когда были согласованы акции, когда были согласованы акции, там были всякие разные креативные проявления. И плакаты какие-то веселые, и блинами кормили, и чай наливали там, да? Но, извините, акция была запрещена. Поэтому, какие блины, какие там шарики, о чем вообще мы говорим? Людей арестовывали. Вот сегодня одна из активисток, Вера, получила 10 суток ареста. А мы с вами обсуждаем блины, шарики и прочую мишуру. Мне кажется, что все-таки важно помнить о том, зачем мы выходим на улицу. Шоу в основном на улицах устраивают сотрудники полиции, ОМОН и внутренних войск, которые людей разгоняют и грубо нарушают конституцию. Маски шоу. Маски шоу. Протест — это все-таки не только и не столько технология. Протест — это причины, по которым люди выходят на улицу. Да, вот вы свой глаз приоткрыли не потому, что блинов вам захотелось, потому, что вы понимаете, власть в стране захватили воры, выборы фальсифицируют, свободы слова нет. Вот вы поэтому глаз приоткрыли и начали просыпаться, а не потому, что почуяли запах блинов. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Погромче. Вы в эфире. Погромче. Можно вам вопрос задать, да? Да, как вас зовут? Меня зовут Сергей. А что я должен выключить у вас? Выключите приемник и общайтесь с нами по телефону, пожалуйста. У вас замедлением идет то, что я говорю. Говорите, пожалуйста, либо я вас сейчас отключу. У меня вопрос такой. Вы, понимаете, собравшись от людей, которые у вас в студии, они себя недооценивают. Я вас рассматриваю как органы власти. Спасибо вам за доверие. Только у нас власти нет. Потому что у вас нет ресурсов, да? Да. Но за вами моральное право, за ними моральное право руководить, потому что у тех, кто в Москве, такого не осталось вообще права. Они руководят злоупотреблениями, понимаете? Сергей, а ваше куда? Спасибо, спасибо вам за хорошие слова. И вам нужно входить во вкус и у себя держать увереннее. Спасибо. Обещаем это сделать. Спасибо. Я как раз хочу по этому вопросу вот что сказать. Не похвалить себя, что, дескать, вот он, я власть и вообще должен себя оценить значительно выше. А хочу сказать о другом. На чем зиждется авторитарный режим? Авторитарный режим зиждется на системе личной власти, на машине полицейского государства, которая обеспечивает подавление. О страхе безразличия. Она зиждется на отсутствие справедливого суда, свободного, и на купленных средствах массовой информации, которые лгут людям постоянно. Но это еще не все. В фундаменте всего это это молчаливое большинство, которое позволяет с собой делать все, что угодно и мириться с этой ситуацией. Вот это реальный ресурс власти. Потому что нельзя сидеть на резиновой палке ОМОНа, можно только опираться на безволие, на тупую покорность. И вот этого ресурса сейчас власть лишилась. Люди не хотят быть рабами. Люди не согласны с этой ситуацией. Люди говорят открытую. А король-то у нас голый. Елки-палки. В конце концов. А кто у нас во власти? Во власти у нас жулики и воры никчемные. Они лишились моральной поддержки общества. На самом деле, для авторитарного режима это катастрофа. То, что мы сейчас наблюдаем, это начало агонии. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Гость столицы из Литвы. Хотел бы... А как зовут все-таки? А, Петрович. Да. Хотел предупредить оппозицию об опасности повторения 91-го года, когда вместо власти КПСС появилась всевластия КГБ. Опыт Литвы показывает также, что честные выборы тоже не выходы. Что есть... Были у нас 15 партий, всех проверили. Все созданы с одного центра. КГБского центра. И во власти реально офицеры КГБ еще и сейчас в Литве. И поэтому такие результаты. И как это вот... Лекарства, какие могу предложить? Есть же светлые силы. Координационный совет избирались. Добрали 9 тысяч голосов. Предлагается модель швейцарского народного самоуправления. Но благодаря тому, что в Координационном совете пропутинские люди много под Кудрином, это не проходит даже на дискуссиях. Отвечает Геннадий Гудков. Полковник КГБ. Ну, я даже не знаю теперь, что мне делать со своей биографией. Вот видите... Люстрация и децимация известны. Да, кстати говоря, я противник люстрации. Я придумал, знаете, что я об этом написал. Я считаю, что мы всех чиновников, когда все-таки будет смена власти режима, должны провести честную, народную перетестацию. Вот которая будет публичной, открытой, гласной. И тогда останутся те, кто готов служить стране, и уйдут те, кто заморал себя всякими неприличными делами. Ну, что касается у нас, как раз, если говорить о силовиках, то они пришли в более позднее время. Это как раз период нулевых годов, и связано это с появлением Владимира Путина на вершине власти, поскольку действительно многие люди на ключевых государственных постах прошли ту же школу. Но поверьте, что КГБ СССР не мог быть политизированной полностью системой. Там были разные люди абсолютно всех спектров взглядов. Вот тот человек, который сейчас вам отвечает, как раз является собой пример. Кудрин не является членом Координационного совета. Я вас уверяю, что в Координационном совете вряд ли есть ангажированные КГБ люди. Но если меня не считать, там, по-моему, нет ни у кого такой биографии. Поэтому я думаю, что все это преувеличено. Дело не в КГБ, дело не в конкретном, там, носил человек погон или носил, а в системе координат. Я же не даром сказал, что если не поменяем Конституцию, любой, кто придет, станет Путиным или, может быть, даже еще хуже. Завершая сегодняшнюю программу, хочу привести одну цитату и накомыслие. Это высшая форма патриотизма. Спасибо всем. Продолжение следует...